Семья Ушанлы стала династией года по результатам окружного конкурса. Много лет они выступают на сцене газодобытчика, воспитывают юных вокалистов и представляют Новый Рингой на различных конкурсах и фестивалях. Почетный титул Ушанлы получили по праву. В их роду они уже четвертое поколение музыкантов. С теми, кто бережно хранит семейные традиции, встретилась наша съемочная группа. А вот это семейное древо. Это дедушка, мои дяди, тетя, папа и сыновья. Это я его делал. Четыре поколения. Людмила Яковлевна с гордостью рассказывает о династии Ушанлы, которая насчитывает уже четыре поколения музыкантов. Два года она собирала информацию о своих родственниках. Часами сидела в архивах, искала фотографии в музеях. История их творческой семьи началась с деда Павла Романовича. Несмотря на запреты отца, будучи ребенком, он прятался в погребе и играл на старенькой гармошке. Дедушка мне рассказывал, что самым счастливым днем его жизни было, когда в день рождения его отец подарил ему новую гармонь. И тогда вот судьба уже была предрешена, что он будет музыкантом. Он изучил нотную грамоту в совершенстве, владел инструментом в совершенстве. У него впоследствии появились ученики. Он был художественным руководителем Дома культуры, районного Дома культуры. Участвовал со своим братом в агитбригадах. Выступали на открытых грузовых машинах. Руководил хором. Этот хор принимал участие в окружных и районных концертах. Ну, в общем, история очень большая. По стопам деда пошли его дети. Дядя Людмилы Ушанлы был аккордеонистом-виртуозом. Его приглашали выступать известные коллективы Кишинева. Но он отказался от карьеры артиста. Остался работать учителем музыки в школе. Отец и тетя пели в хоре. Семья Ушанлы часто собиралась вместе и музицировала. Людмила бережно хранит воспоминания из своего детства. Когда они брали все в руки инструменты, это было просто такое счастье. Я не могу описать словами. Это самое яркое впечатление с моего детства. Я пряталась где-то в уголочке, чтобы меня не выгнали, чтобы я не мешала. Они репетировали, все готовились к концерту. И я точно знала, что другой профессии я не хочу. На сцене группа «Полюс». В ее составе сыновья Людмилы Ушанлы, Константин и Эдуард. Они продолжают семейные традиции музыкальной династии. На одной площадке работают с самого детства. Помогают друг другу и словом, и делом. Они поддерживают и безмерно гордятся своей фамилией. Я рад, что родился в музыкальной семье. Это точно. Гордость распирает всегда, когда видишь, как работает моя мама, брат мой, жена. Ну вот просто ты смотришь на это и думаешь, да, это Ушанлы. Людмила Яковлевна сделал уровень, мы стараемся поддерживать. А в семье старшего Кости подрастает уже пятое поколение музыкантов. По крайней мере, на это очень рассчитывает голосистый отец. Сыну Константина чуть больше года, но он уже очень любит музыку. У него есть любимая песня уже, то есть если по телевизору начинает играть его любимая песня, то он все бросает, бежит, где бы он там на кухне не был, и начинает около телевизора танцевать. Пытается как-то это все петь, еще не получается, но суть в том, что получится. Потому что... Любовь к искусству. Семья Ушанлы большая и очень дружная. Каждый год 12 июля они собираются за одним столом на дне рождения бабушки Валентины в Молдове. В этот день прямо во дворе дома начинается большой семейный концерт. И первой всегда звучит песня того самого дедушки Павла, с которого началась творческая династия Ушанлы. Иван Фролов, Ольга Полякова, Николай Александров. Служба новостей. Импульс.